Веса Северонинска о спорте. Первый этап автогонок зимний спринт в этом году на Театральном озере мог и не состояться. В последний момент сомнения в качестве покрытия выразили сотрудники ГИМС. Однако к субботе лед окончательно окреп и смог принять больше четырех десятков автомобилей. За заездами наблюдал Сергей Курбан. Мощь моторов и собственное мастерство накануне показали автогонщики на льду Театрального озера. Там состоялся зимний спринт 2015. 36 профессионалов и любителей собрались, чтобы побороться за лидерство. Трасса в этом году, по словам организаторов, интересная. Со скоростными прямыми и сложными связками поворотов. В субботней квалификации из-за сильного снега гонщики не смогли показать все свои возможности. А вот воскресенье оказалось не столь снежным. Сегодня поэтому у всех фактически результаты улучшились. Свои результаты оцениваю очень хорошо. Потому что вчера был на грани прохождения сегодняшнего соревнования. А по итогам первого заезда показал третье время в классе передний привод. Так что все замечательно сегодня сложилось. Сегодня уже? Сегодня, да. Но сейчас ожидаем финальные результаты финального заезда. Олег участвует в автогонках четвертый сезон. Ездит на Митсубиши Мираж. Машина единственная в области. Однако доработана незначительно. А вот мастерство пилотов хорошо демонстрирует показатели времени. Строчки в таблице разделяют даже не сотые секунды. В том году у нас хронометраж работал до сотых, замерял. А в этом году пришлось его переделывать и замерять до тысячных. Потому что ребята едут очень плотно. Вчера они первый раз видели трассу. Но участники, кто участвует постоянно, они готовятся, они ходят пешком. Смотрят, где какие повороты, где какие длинные прямяки, где можно зацепиться. Одними из самых зрелищных и скоростных классов традиционно стали полный привод и спорт. В последнем машины специально готовят для таких соревнований. И по сути от заводского авто после доработок остается только кузов. Северодвинец Артем Зелянин в этой гонке не смог показать лучшего результата, придя вторым. В классе спорт пилоты борются не на время, а за места на финише. В этом году пока что машина еще не совсем готова. Но скоро будет все хорошо. А что не готово? Ну, мотор ждем и стрелять. А с этим что? Это обычный мотор от Приоры. То есть боевой мотор развалился на тренировке 31 числа. Не выдержал, все. Но даже с таким мотором машина разгоняется до 160 км в час. И стоит более полумиллиона рублей. В итоге в классе спорт первым стал архангел-огородец Михаил Кузнецов на ВАЗ-2109. Класс полный привод на верхней ступени подиума представил Артемий Неволин на Субару Импреза. Он же показал и лучший круг за весь день. 1 минута 35 и 659 тысячных секунды. В классах передний и задний привод первые места забрали соответственно Сергей Каленов на Форд Фокус и Владислав Токарев на Форд Сиера. Январский зимний спринт лишь один из трех этапов гонок. Второй пройдет здесь же в последние выходные февраля. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.